Сказал и тот, сказал и тот. И вот в этой связи я подумал, но ведь фактически получается, что по действующему закону в отношении любого из нас противоположная сторона может написать всё, что угодно, судья это удостоверит, и что, мы никак и защититься не можем, потому что механизма обжалования нет, как доказать, что этого не было. Поэтому я очень рад, что адвокат признал произнесением фраз, это освободило нас от обязанности давать оценку протоколу как доказательству. Ну, к нему взыскание в виде замечания, по-моему, применили, на этом всё закончилось. Но, в общем, вопрос, вот он может возникнуть о доказательственном значении этого документа, и, в общем, конечно, здесь есть серьёзная проблема, чтобы не было произвола, и так ведь, понимаете, можно всё, что угодно приписать, в том числе и уголовно наказуемые фразы, которые якобы адвокатам произносились. Значит, и так мы с вами продолжаем про критерии. Второе – это позиция стороны защиты, как она отражена в протоколе. Третий критерий – оценивается, насколько оглашённые показания были основными и решающими для исхода дела, насколько эти показания подтверждаются другими доказательствами. Следующий критерий – проводилась ли очная ставка в досудебном производстве. Проводилась ли очная ставка в досудебном производстве. Потому что Европейский суд говорит, что поскольку законодательство России рассматривает как доказательства, допустимые для использования в суде, не только то, что получено в суде, но и то, что собрано в ходе предварительного расследования, постольку нужно, соответственно, оценивать весь ход судопроизводства. И если в досудебном производстве право на очную ставку было обеспечено, то тогда может быть констатировано, что в суде при соблюдении других условий, в частности, принятии мер к вызову свидетеля, права гарантированной конвенции не были нарушены. Теперь я хотел бы очень коротко сделать беглый анализ этих дел, с тем, чтобы вы посмотрели, как реально это действует и проявляется на практике. Ну, первое дело Озеров против Российской Федерации, оно достаточно, так сказать, оно неинтересно, потому что там просто было установлено, что сторона защиты не возражала против оглашения показаний, и на этом Европейский суд остановился. Дело Андандонский против Российской Федерации разрешено в 2028 сентября 2006 года Европейским судом. Здесь достаточно неоднозначная доказательственная база. Там ситуация такова, что один мужчина гулял с женой, другой с ребенком, и якобы тот, который гулял с ребенком, набросился на того, который гулял с женой и сбил его, в результате чего тот получил множественные повреждения черепа, мозга и, соответственно, скончался. По версии обвиняемого, наоборот, мужчина, гулявший с женой, сделал ему замечание, что он неправильно воспитывает ребенка, пристал к нему, они сцепились, и вот такие случаи описаны в судебной практике. В результате случайного падения произошел удар об бордерный камень, вызвавший тяжкий вред здоровью по неосторожности. Случаи такие, в общем-то, известны. Все это произошедшее наблюдала пожилая женщина, 80-летняя, врач по образованию, которая, увидев случившееся, вбежала в соседний дом, где происходило собрание какого-то кооператива и сказала председателю кооператива, что вот там убивают или убили, побили человека. К судебному заседанию эта женщина стала еще старше и по возрасту сообщила, что она в суд явиться не сможет. Суд принял решение огласить ее показания. Очной ставки не проводилось в досудебном производстве. Доказательственная база была такова. Оглашенные показания данной свидетельницы, очевидца, допрошена в суде председатель кооператива, которая со слов очевидца знала о случившемся. Ну, заключение экспертизы – это косвенное доказательство. И показания жены погибшего. Вот интересна оценка, которую дал Европейский суд использованию показаний жены. Он написал, что использование показаний жены со стороны Российской Федерации, российских судов, было, конечно, достаточно субъективным, но непроизвольным. И не признал в данном случае нарушение норм конвенции, указав, что показания жены, очевидца, прямое доказательство свидетельствует о том, что оглашенные показания не были основными и решающими. Ну, мне сложно сказать, чем руководствовался Европейский суд. Возможно, в том числе и тем, что по этому приговору был небывалый мягкий приговор, два года лишения свободы с применением амнистии. Но, тем не менее, вот, с моей точки зрения, достаточно неоднозначная оценка совокупности доказательств, потому что все мы понимаем, что показания жены вот в такой ситуации, при абсурсии иных доказательств, конечно, имели очень серьезное значение. И, в общем, вот здесь оглашенные показания, ну, не в полной мере могли, мне кажется, это компенсировать. Дело Клементьев против России, которое я уже сегодня упоминал, оно разрешено 16 ноября 2006 года, у вас тоже эти дела, они там все упомянуты и на диске имеются. Клементьева судили два раза. И в первое судебное заседание свидетели явились, а во второе нет. И Европейский суд отметил, что поскольку свидетели были в первом судебном заседании, значит, право на очную ставку с ними, ну, или право на перекрестный допрос, было реализовано. Поэтому оглашение их показаний в данном случае не является нарушением норм конвенции. Там были еще два свидетеля из Норвегии, в отношении них Европейский суд отметил, что поскольку международное право не позволяет осуществлять принудительную доставку свидетеля, ну, в частности, Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам не позволяет этого делать, то Европейский суд отметил, что раз таким образом, то, следовательно, здесь оглашение показаний было в соответствии с нормами международного права. Но одновременно, тем не менее, Европейский суд проанализировал и указал, что так как там речь шла о определенных хищениях, связанных с документальным оформлением, то основными доказательствами были не показания свидетелей, а письменные документы. Поэтому вот эти оглашенные показания, кроме того, отметил Европейский суд, не были основными и решающими. Дело Вожигов против Российской Федерации от 26 апреля 2007 года решение, поэтому дел человек осужден в суровой мере наказания, 11 годам лишения свободы за убийство. И приговор базируется на показаниях женщины, очевидца, некой Естерджепской, которая к суду, вот она затерялась на просторах нашей Родины, ее уже найти не смогли. Но для Европейского суда здесь стало решающим то, что в досудебном производстве у Вожигова была очная ставка с данным свидетелем. И вот факт очной ставки с этим свидетелем, соответственно, позволил Европейскому суду сказать, что государство свои обязательства выполнило, а то, что Вожигов и его защитник никаких вопросов перед свидетелем не поставили во время очной ставки, это уже вопрос реализации ими своих прав процессуальных, и то, что они, опять же, их не реализовали, это не может порочить действия Российской Федерации. То есть вот здесь такая была логика. И, наконец, теперь три дела, по которым Российская Федерация признана нарушившими нормы конвенции. Первое дело уже переведено на русский язык, оно опубликовано в бюллетене Европейского суда по правам человека номер 3 за 2009 год. Это дело Владимира Романова против Российской Федерации от 24 июля 2008 года. По данному делу, короткая фабула была такова, что на потерпевшего напали около дверей его квартиры, с одним из нападавших он влетел в квартиру, дверь захлопнулась, он смог его вытолкнуть, но когда выталкивал, то другой нападавший, а все они были в масках, ударил его рукояткой пистолета по голове. Потом задержали граждан, в том числе Романова, и у него была очная ставка с потерпевшим, на которой потерпевший сказал, что вот Роман, предъявленный ему человек на очной ставке, он может только сказать, что по росту примерно он такой же, как нападавший. Больше он ничего не сказал. Романов вопросов ему никаких не задавал. А затем потерпевший в досудебном производстве изменил свои показания и стал говорить, что вот сейчас, подумав, он считает, что именно Романов ударил его рукояткой пистолет по голове. Надо сказать, что сам Романов и его соучастники, они не отрицали, что они били потерпевшего, но он отрицал удар рукояткой и отрицал, что они били с целью хищения его имущества. И вот что отметил Европейский суд, что Ивановские суды, это в Ивановской области происходило, они тоже как-то в приговоре, Ивановский суд районный, он, признав их виновными в хищении, не указал, что же они похитить-то хотели у потерпевшего. Их версия потом в конце была такая, что их попросили побить потерпевшего в отместку за какие-то действия, но не с целью хищения. Так вот, в судебном заседании потерпевший в конце ноября присылает телеграмму, что он до 3 декабря находится в отпуске за пределами России или в командировке, а потом явится. Несмотря на то, что здесь был небольшой период времени, суд огласил его показания, при том, что приговор был вынесен только в январе следующего года. И вот в данной ситуации, хотя очная ставка вроде бы была, Европейский суд признал, что после изменения потерпевшим его показаний очная ставка уже не проводилась. И, соответственно, Вожигов был лишен права на перекрестный допрос свидетеля со стороны обвинения в ситуации, когда свидетель изменил свои показания и стал уличать Вожигова в конкретных действиях, отличающихся от действий других соучастников. Вот такая здесь была ситуация, и признали Россию нарушившей нормы конвенции. Но, кроме того, любопытно отметить, что Европейский суд в данной ситуации указал, что вот стремление Ивановского суда не затягивать рассмотрение дела и огласить показания не может быть признано оправданным. То есть Европейский суд отмечает, что вот то, что нашим судам сейчас неплохо помнить, что цель добиться рассмотрения дела в разумный срок не должна превращаться в самоцель судебной системы. То есть не может быть такого неважно, как рассмотреть дело, лишь бы в разумный срок, так называемый, то есть побыстрее. Все-таки качество рассмотрения дела, обеспечение возможности реализации иных прав участниками процесса, тоже должно соблюдаться и быть приоритетом для суда. Дело Полуфакина-Чернышев против России. Постановление от 25 сентября 2008 года. Как вы видите, это вот совершенно новые решения, которые только-только будут осмысливаться нашей практикой. В деле Полуфакина-Чернышев против России фабула, коротко, они обвинялись в том, что напали на машину, перевозившую деньги, отобрали большую сумму денег, и, соответственно, речь шла о владельце денег и четырех мужчинах, у которых эти деньги отнимали. Их позиция, здесь два сочетания, вот статья 3D, пункт 3D статьи 6 Европейской конвенции, он гарантирует, с одной стороны, право допрашивать лиц, свидетельствующих против обвиняемого, а с другой стороны, гарантирует право допрашивать своих свидетелей, то есть свидетелей защиты, на тех же условиях, что и сторона обвинения. То есть у него две составляющие, вот у этого права, обвиняемого по допросу свидетелей. Так вот, Полуфакина-Чернышев утверждали, что взяли деньги в долг. Один у некоего Эл, другой у двух лиц и у своей сестры. Сестра была допрошена, но ее показания, как это бывает в приговорах пишут, суд оценил критически и не стал им доверять. В отношении же Эл очень любопытно. Он дал показания, что не давал деньги в долг, но в протоколе не было зачеркнуто, не оговорено. И, соответственно, требовалось допросить Эл все-таки, какие же он дал показания. Но в результате Эл допрошен не был, а суд написал, что это обвиняемые во время 217-го и внесли поправку в приговор. То есть, в общем, сделал такой несколько свой надуманный, хотя, может, и близкий к истине вывод. А вот два свидетеля, которые тоже якобы по утверждению одного из обвиняемых давали ему деньги в долг, вообще не были допрошены. И здесь Европейский суд признал нарушенным 3D статьи 6-й конвенции, потому что это были свидетели, чьи показания могли опровергнуть предъявленные обвинения об источнике происхождения денег, не о том, что они были похищены, а получены в долг. И признание судом их допроса излишним нарушило его права. Но, применительно к институту оглашения показаний четырех лиц, которые были в машине, и потерпевшего владельца денег, здесь очень интересный вопрос. Четыре человека, которые были в машине, написали в суд заявление, что они опасаются мести со стороны подсудимых и поэтому не явятся. А потерпевший, владелец перевозившихся денег, написал, что он занят по работе и просит огласить его показания, что он их подтверждает. Я думаю, что вы встречались в судах с такого рода заявлениями. Так вот, позиция Европейского суда, выраженная в деле Полуфакина-Чернышев против России, состоит в следующем. Европейский суд выражает глубочайшее возмущение постановкой вопроса «мне некогда ходить в суд, потому что у меня много работы». И указывает, что вот такое обоснование вообще не может каким-либо образом оправдывать отказ свидетеля от явки в судебное заседание, потому что явка в судебное заседание всегда имеет приоритетное значение, так как решаются серьезные вопросы, влияющие на права личности. Что же касается вопроса о других свидетелях, которые сказали, что они боятся, то вот здесь тоже важно. Европейский суд отмечает, что если делается ссылка на опасения в свою жизнь, здоровье и так далее, то эта ссылка не может быть голословной, и суд не вправе ее принимать просто потому, что вот делается такая ссылка и некритически к ней относиться. То есть суд обязан проверить, принять установленные национальным законодательством меры по обеспечению безопасности свидетелей, то есть действовать не упрощенным путем, а поступать в комплексе. И поэтому признал Европейский суд нарушенными права Чернышева и Полуфакина в данном случае, вот перечисленными мною нарушениями. И, наконец, последнее дело Трофимов против России от 4 декабря 2008 года. Это дело, связанное с наркотиками, которое, в общем, наверное, в практике у большинства адвокатов и не каждый, и нередко встречается. Поэтому дело Трофимов обвинялся в сбытии через некую ША, которую он приносил наркотики, она сбывала и возвращала ему деньги за вычетом своего комиссионного вознаграждения. Так вот, проблема стояла в том, что его не взяли в момент передачи ей наркотиков, а взяли по выходе из ее квартиры, когда у него были только деньги. И он утверждал, что это деньги, полученные в долг от ША, или возврат долга, то есть никакого отношения к наркотикам они не имеют. Сожитель ША, ну, ША была в полном признании, она, собственно, способствовала в изобличении, а ее сожитель, он также дал показания, что вот этот Трофимов склонял ША к продаже наркотиков, к потреблению наркотиков, держал ее в зависимости, то есть дал показания против Трофимова. Но к моменту судебного разбирательства сожитель ША содержался под стражей, и суд огласил его показания, признав, что явка вот затруднительно невозможна. Анекдотичная ситуация заключается в том, что дело слушалось в городе Апатиты, и в этом же городе этот сожитель содержался под стражей. То есть даже если уже минимальные какие-то вот проявлять требования к законности, то здесь не было никаких препятствий к тому, чтобы доставить его в судебное заседание. Очень интересно повелась себя консепционная инстанция. Она первый приговор отменила как раз по тому мотиву, что не был допрошен этот сожитель в суде, а второй приговор, постановленный абсолютно на тех же доказательствах и опять соглашенными показаниями, признала законным и обоснованным. Так вот, тоже как тенденцию, естественно, я не могу утверждать, что это будет по всем делам, но я обращаю ваше внимание, что по этому делу Российская Федерация сразу же признала нарушение конвенции. Она даже не спорила. Поэтому, опять же, мы можем все-таки сказать, что есть некоторое понимание со стороны Российской Федерации, ее представителей в Европейском суде по правам человека. И вот в данном случае нарушение было констатировано, но Российская Федерация и не спорила, что здесь оглашение показаний нарушило права. Я думаю, что тоже вы с этими ситуациями сталкивались. Я сам помню, по некоторым делам, вот, ну, по каким-то добивался, по каким-то отказывали в доставке осужденного по различным основаниям, в основном ссылаясь на то, что это очень долго, дорого и обременит судебную систему. Хочу вам сказать, что в отношении вот института оглашения показаний, это хорошо, что сейчас состоялись решения против России, но как просто не то, что утешительный момент, но так для уже общего образования. Я сам с этим столкнулся только вот, когда вопрос этот стал анализировать. Оказывается, вот нарушения, которые констатированы по российским делам, они не уникальны, и они уже давным-давно встречаются в практике европейского суда практически в отношении всех стран, которые мы традиционно называем демократическими и говорим, что вот бы нам на них ориентироваться. То есть во всех европейских странах такие же по тяжести, по, так сказать, ну, негативному отношению к правам личности нарушения в этом ключе встречаются, поэтому это, ну, просто к некоторому утешению, что не только мы встречаем недопонимание в судах, российские адвокаты, что западноевропейские тоже, в общем, порой встречаются с такого рода проблемами. Как я уже сказал, другим проявлением права, гарантированного пунктом 3D, является право допрашивать лиц, свидетельствующих против... извините, является правообвиняемого допрашивать свидетелей, подтверждающих его версию, на тех же условиях, что и сторона обвинения допрашивает своих свидетелей. В данном контексте два любопытных дела, и первое, конечно, это дело Попов против Российской Федерации. Оно на русском языке уже давно переведено от 13 июля 2006 года. В деле Попов против Российской Федерации ситуация была следующая, что его обвиняли в убийстве мужчины в парке «Сокольники». Свидетелями конфликта между двумя мужчинами, одних из которых, предположительно, был Попов, были четыре подростка, воспитанника школы для плохо слышащих детей. Только двое из них вроде бы опознали Попова, но учитывая, что у них в силу их недостатков физических есть определенные проблемы с восприятием, все это было достаточно проблематично. Приговор фактически был основан только на этих доказательствах. Попов заявлял, что он находился дома, что может подтвердить сожительница, мама сожительницы, соседка и плотник, который делал у них ремонт. Суд допросил сожительницу, маму сожительницы, и догадываетесь, по каким основаниям отверг их показания. А вот плотник и соседка не были допрошены. И отказ в допросе данных свидетелей, вернее, даже в этом деле не отказ, там так получилось, что суд признал ходатайство обоснованным, но дело откладывалось, и так этих свидетелей никто и не допросил. Вот непредоставление обвиняемой возможности использовать показания этих свидетелей, Европейский суд расценил как нарушение права, гарантированного конвенцией. И потом Президиум Верховного Суда Российской Федерации в специально известной вам процедуре возобновления дела по новым обстоятельствам пересмотрел решение в отношении Попова, и было даже бюллетене опубликовано, это постановление Президиума 2007 года, направил дело на новое рассмотрение. Правда, в новой адвокатской газете за февраль 2008 года нам сообщили, что Преображенский суд Москвы, он вновь признал Попова виновным, правда, приговорил его не к 10, а к 6,5 годам лишения свободы, что примерно соответствовало сроку, пока его дело в Европейский суд ходило, и так далее. Ну и такой просто любопытный момент, вот с точки зрения мотивировки судебных актов, Европейский суд не прошел мимо такой фразы из приговора, фабулу вы поняли, вина подтверждается и протоколом, и вещественным изъятием, и вещественным доказательством, жестким диском от компьютера. Вот Европейский суд никак не мог понять, почему убийство в кустах, когда никто никого не бил, компьютером по голове подтверждается протоколом изъятия. А суд просто в приговоре не мотивировал, что версия следствия была такова, что Попов с потерпевшим списались по электронной почте и по уникальным характеристикам, под которыми каждый пользователь входит в сеть. Вот было установлено, что с компьютера Попова было направлено это сообщение. Ну, правда, встреча была запланирована на Кузнецком мосту, а произошла почему-то в парке Сокольники, но, тем не менее, вот такая версия обвинением отслеживалась. Но, так как суд это в приговоре подробнее описал, то вызвал некоторые изумления европейского суда, как же это вот убийство в кустах может доказываться жестким диском от компьютера. А новое дело из этой серии, это дело Попов против России от 29 января 2009 года. Тут тоже аналогичная ситуация, отказ в ходатайстве о вызове свидетелей, подтверждающих алиби. И тоже дело о наркотиках. Он не отрицал факт сбыта вот в день, когда его взяли, но отрицал, что за день или за два до этого он тоже сбывал большую партию. Утверждал, что был дома. Ничем, кроме показаний изобличавшего его лица, данная версия не подтверждалась. Он утверждал, что был дома, просил допросить близких родственников. Ему отказали. И вот в данном случае тоже европейский суд, он демонстрирует ту откровенность, которая, может быть, в каких-то случаях затушевывается в наших судах. Европейский суд откровенно пишет, что понятно, что допрос этих свидетелей мог существенно подорвать позицию обвинения вплоть до оправдания Полякова. Но это не могло повлечь отказ в их допросе, вот как бы боязнь оправдания, поскольку, в общем, задача обвинения доказать вину и опровергнуть показания обвиняемого, а не лишать его права представлять доказательства. Ну и вот дело Чернышев-Полуфакин, которое я вам уже упоминал, там тоже вот аналогичное нарушение констатировано. В принципе, по всем этим делам должны состояться постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации о пересмотре по новому обстоятельству и направлению на новое рассмотрение, потому что в данном случае нарушение конвенции восполнимо. Вот иногда тоже спрашивают, но есть какое-то маленькое недопонимание, я коротко поясню. Дело в том, что некоторые нарушения конвенции, которые констатирует Европейский суд, они уже невосполнимы. Ну, если человека слишком долго судили, ну, моральный вред выплатит Россия, а что же, во второй раз, что ли, судить? Или под стражей содержали длительное время. Опять же, моральный вред выплатят, но это никак обратно не повернешь. Поэтому в таких случаях, конечно, не требуется национального пересмотра судебных актов, так как это было бы беспредметно. А вот применительно к таким ситуациям, когда именно результат доказывания по делу зависит от нарушения прав гарантированных конвенций, тут акты должны быть пересмотрены, дело направлено на новое рассмотрение и с соблюдением прав рассмотрено. Маленький вопрос про оглашение показаний данных на очной ставке. Это уже возвращаясь, так сказать, к российским нормам. Почему-то в судебной практике бытует мнение, что очная ставка это некое самостоятельное следственное действие, а не разновидность допроса. И вот это ошибочное мнение приводит к тому, что протокол очной ставки оглашают как протокол обыска, протокол осмотра, выемки, то есть следственного действия. И не применяют к нему, в том числе, если свидетель не явился, чьи показания на очной ставке оглашаются, правила оглашения показаний на свидетеля, установленные прописуальным законодательством. Я в этой связи ссылаюсь на определение, конституционное определение Верховного суда от 3 июня 2005 года, в котором Верховный суд вот так совершенно подробно и досконально раскрывает вопрос о том, что очная ставка это всего лишь разновидность допроса. И, соответственно, будучи разновидностью допроса, очная ставка подчиняется всем правилам по исследованию показаний как допрос. Поэтому, если нужно в суде огласить показания данной на очной ставке, это следует делать по общим правилам с учетом требований статьи 281, 286 УПК, 281, которая регламентирует оглашение показаний. Другой вопрос, который часто задают адвокаты, говорят, а вот если мой подзащитный отказался от дачи показаний, то какие основания к проведению... Да, еще, извините, я забыл сказать, почему судьи-то любят вот это использовать как отдельное доказательство. Потому что они считают, что таким образом они увеличивают совокупность доказательств. Но это неправильно, потому что источником доказательств, сведений, все равно является в данном случае один человек, который был допрошен, а потом проведена очная ставка. Поэтому с точки зрения закона это неправильно. Здесь никакого увеличения доказательной базы нет. Здесь просто есть несколько допросов, один из которых в форме очной ставки. современной практикой, судебной и отдельной ноу-хау оперативных органов, которые периодически возникают и требуют их анализа на предмет соответствия законодательству. В том числе и нормам Европейской конвенции о правах человека, которая является составной частью правовой системы Российской Федерации. Я хотел бы сегодня начать или продолжить самостоятельного вопроса. Это право не свидетельствовать против себя самого. Данная гарантия, как вы знаете, выражена в статье 51 Конституции. Собственно, она в году в 91-м появилась в переходных всевозможных документах. А сейчас уже четко закреплена в статье 51 Конституции. Но тем не менее проявления данного права, они разнообразны, а как сейчас, ну мы же тоже ведь, понимаете, практика Европейского суда, она очень обширна, и, конечно, можно ее изучать, но в большей степени, конечно, мы к ней обращаемся, когда наши российские дела проходят через Европейский суд, и это уже становится достаточно интересно для нас, потому что идет преломление на наше законодательство. Потому что я вам должен сказать, что иногда по некоторым категориям, если почитать решение Европейского суда по Франции, когда анализируется их касация, которая совершенно отличается от нашей, то потом это преломить будет очень проблематично на Россию, потому что разные совершенно конструкции. в то же время ряд вопросов конечно смежные. Казалось бы, ну понятно, никто не обязан свидетельствовать против себя и своих близких, это все очевидно. Ну вот ряд адвокатов задавались вопросом, а распространяется ли право не свидетельствовать только на показания или на свидетельство действиям, потому что ведь Конституция, она же закрепляет рамочно так широко права, а конкретные проявления могут быть более многообразные. В общем-то мы это знаем из решений того же Конституционного суда, который, например, говорит, что задержанный, арестованный, вот в Конституционном правом смысле это не имеет значения. Важно, что человек ограничен свободой передвижения от имени государства. А как его там будут обзывать? Сделали его, поставили его официально в какое-то положение или не поставили? Это не принципиально. Главное, что государство ограничивает его статус, и это дает ему конституционные возможности защиты своих прав. Но Конституционный суд на многочисленные обращения вот относительно того, распространяется ли 51 статья Конституции на другие действия, кроме дачи показаний, дает отрицательный ответ. Но наиболее показательное это обращение до одной нашей гражданки, которая была потерпевшей в деле о ДТП, по которому подсудимым, обвиняемым был ее муж. И она хотела воспользоваться статьей 51 Конституции в том смысле, что не предоставлять свое тело судебно-медицинскому эксперту для исследования и определения характера степень тяж телесных повреждений, считаю, что таким образом она будет свидетельствовать против мужа. Ну, другие примеры, это, естественно, непредъявление для опознания, отказ от сдачи образцов для сравнительного исследования в тех случаях, когда изъятие образцов возможно законным путем помимо воли лица. то есть, не почерк, не голос, а вот там образцы крови, слюны, например. Конституционный суд в своих многочисленных определениях занял позицию, что статья 51 Конституции распространяется только на показания. А все остальные действия, которые могут быть приведены с одеждой, с телом, свидетелей, обвиняемых и так далее, если только не требуется явно выраженное физическое принуждение, сопряженное с принуждением его самого совершить какие-то поступки, я думаю, это понятно, да, разница принудительное изъятие отобрания крови и принудительное отобрание почерка, которое возможно только из пистолет приставить или иное какое-то орудие к его голове или к голове его детей, то здесь вот есть такая разница. Ну уже так, в качестве курьеза Конституционный суд спрашивали, соответствует ли Конституции статья 12.26 КОАП отказ от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, потому что граждане считали, что тем самым тоже их принуждают свидетельствовать против себя. Конституционный суд сослался аж на резолюцию Комитета министров Совета Европы 73-го года, касающиеся установления в государствах членов ответственности за Совет Европы 73-го года, касающиеся установления в государствах членов ответственности за управление средствами в состоянии опьянения, оказалось, что это наше международное обязательство. Точно так же, как выяснилось, уже давно в Европе вопрос обсуждался относительно фотоштрафов, которые сейчас достаточно популярны, и законодатель наш российский планирует расширять применение фотоштрафов, не только за превышение скорости, но и за разворот в неположенном месте, как это соотносится с правом не свидетельствовать против себя, поскольку презюмируется, что за рулем был владелец, собственник машины, если он не докажет обратное. Европейский суд, в частности, в деле Холоран Фрэнсис против Соединенного Королевства, очень подробно этот вопрос рассматривает и говорит, что здесь вот система ценностей применяется. Европейский суд говорит, что безопасность дорожного движения представляет собой такую угрозу жизни человеческого общества, что по сравнению с этим установление презумпции, что за рулем был водитель, если он, извините, собственник, если он не докажет обратного, является гораздо меньшим злом и меньшим вторжением в частную жизнь, чем вот безопасность дорожного движения вторгается в жизнь каждого человека и может ему повредить. то здесь вот такой аксиологический ценностный подход применяется европейским судом, а между прочим в Англии установлена уголовная ответственность за превышение скорости. Другой вопрос, может быть, они не связывают с судимостью такие последствия, как мы, но вот за превышение скорости, не повлекшие никаких последствий, в Англии это рассматривается как преступление. С другой стороны, вот интересен ценностный подход европейского суда в деле Ело против Германии. Это очень любопытное дело и вполне применимое к нашим условиям. Ело подозревался в том, что он торгует наркотиками, но внешне это выглядело так, что он стоял, к нему подходили люди, что-то ему протягивали, он клал это что-то в карман, вынимал нечто изо рта и передавал подошедшему человеку. Вот к нему подошли два сотрудника полиции в штатском, почувствовав, что это непростые покупатели, он проглотил то, что было у него во рту. Они, соответственно, представились как сотрудники полиции, задержали его и вот дальше, на что делал основной упор европейский суд, он говорил, что полицейские имели возможность дождаться, когда естественным путем проглоченное вновь появится на свет в силу известных физиологических процессов организма. Но им хотелось побыстрее, поскольку они были полицейские немецкие, они, соответственно, пальцы в рот не совали этому ело, они его просто скрутили вчетвером и пригласили судебного медика, который через...